В эфире служба новостей Саров 24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Сделать Саров привлекательным для молодых специалистов в ЦПП обсудили пути развития города. Победители конкурсов профессионального мастерства на площади Ленина обновилась доска почета работников городских организаций. Большой футбол на Икаре в Сарове заработала фан-зона для просмотра матчей чемпионата мира. Далее расскажем обо всем подробно. В конце июня в Сарове пройдет сессия стратегического планирования развития города. На ней будут определены пути развития нашего города на ближайшие 17 лет в одном ключе со всей областью. В обсуждении примут участие генеральный директор Росатом Алексей Лихачев и глава региона Глеб Никитин, а также саровские чиновники и бизнесмены, готовые к реализации инновационных проектов. Какие проблемы мешают развитию Сарова и в чем пути их решения? Найти ответы на эти вопросы в ходе подготовки к июньской сессии стратегического планирования попытаются члены рабочей группы при ассоциации промышленников и предпринимателей. На первой встрече они обозначили круг задач. Необходимо пересмотреть налоговую политику, развивать ТАСЭР, технопарк и инновационный кластер, начать работу по созданию научно-образовательного центра и как результат создать в городе порядка 12 тысяч рабочих мест в сфере высоких технологий. Впрочем, в ходе обсуждения стало понятно, самое важное это все-таки увеличение привлекательности Сарова для молодых профессионалов. Как только заходит какое-то предприятие, мы уперлись в то, что у нас нет рабочих мест. У нас, собственно, человеческий капитал в городе, кроме которой работают в ядерном центре, его нет. Придут информационщики, нужные будет 100 человек, где мы возьмем 100 информационщиков. Никакого потенциала Саровского офистеха не хватит. Плюс начинать как бы хантить из других компаний городских, ну, наверное, тоже не совсем важно. Поэтому нужно привлечение. А молодежь-то мы не привлечем сюда в этом отношении. Никто, ни один бизнесмен, извините меня, хороший, богатый, с большой земли сюда не пойдет на создание рабочих мест. Как бы мы это ни говорили. Надо создать условия. Вот давайте эти условия пропишем каким-то образом. Будем по ним дальше двигаться. В Сарове на сегодняшний день доля пенсионеров более 15%. Это говорит о том, что город стареет, а значит, неизбежно входит в стадию стагнации. Развитие невозможно без новых идей, без молодых и энергичных специалистов высокого уровня, готовых к инновациям. А значит, первое, о чем необходимо задуматься, как не просто их привлечь в Саров, а убедить остаться здесь. Развитие города должно начинаться с развития городского пространства. Совершенно другой уровень развития должно быть городского пространства. Но мы понимаем, что есть и жители, которые здесь живут на постоянной основе. Но мы должны создать те условия в развитии инфраструктуры, в развитии города, для того, чтобы сюда действительно могли и хотели. И не просто приезжали учиться, а приезжали оставаться, создавать новые рабочие места, участвовать в проектах не только в немских, но и в городских. Конечно, хотелось бы видеть красивый, чистый город. Вот даже эти новые микрорайоны, Харитонов молодец, я просто шляпнусь снимаю перед ним. Посмотрите, едем мимо, да, в Красного дома. Ну, красота. Вчера еду вечером, пошел пешком. Молодежь сидит на травке, извините меня, играют с детьми и все прочее. В течение ближайших дней члены рабочей группы сформулируют свои идеи и уже в ближайший вторник вновь соберутся для их обсуждения. Готовые предложения будут вынесены на июньскую сессию, а после войдут в основу стратегии развития Нижегородской области. В Сарове обновилась доска почета работников городских организаций. На нее попали фотографии специалистов в сфере культуры и искусства, сотрудников администрации, управления федеральной противопожарной службы, а также педагогов общего, дополнительного и дошкольного образования. Подробнее о профессиональных достижениях саровчан расскажем в следующем репортаже. Воспитатель 4-го детского сада Мария Лощинина, обладатель почетного звания педагог года, удостоилась еще одного поощрения. Ее фотография целый год будет висеть на доске почета на центральной площади города. Естественно, это не только моя заслуга, это заслуга всего коллектива нашего детского сада. Без коллектива ничего бы не удалось. Мария Лощинина закончила педагогический колледж, а затем получила высшее образование по выбранной специальности. На поприще дошкольного образования воспитатель работает на протяжении 10 лет. Имеет высшую педагогическую категорию, принимала участие в конкурсе школы Росатома, в котором дошла до полуфинала. Профессия педагога требует постоянного саморазвития, потому что в жизни появляется что-то новое, какие-то новые технологии. Если сидеть на одном месте, то развития дальше не будет. И детям интересен тот педагог, который может им показать что-то новое, что-то интересное. Мария ведет детей от младшей до подготовительной группы. И как у любого педагога, у нее есть свой любимый возраст. Это самые старшие в детском саду ребята, которые вот-вот перешагнут порог детского сада и станут школьниками. Результат моей работы – это дети, которые вырастают в настоящих людей, которые тоже, может быть, становятся какими-то известными людьми, которые достигают каких-то высот лично для себя, не только для окружающих. Профессия воспитателя детского сада сложная, но очень нужная и благодарная. И самое главное, что нужно любому педагогу – это улыбки и смех детей, доверие родителей и признание профессиональных заслуг. 20 июня в 6 часов вечера в Доме книги на площади Ленина пройдет презентация новой книги известного городского писателя Валентина Степашкина «Саров Атада Ям». Издание представляет собой топонимический справочник, который вобрал в себя отчерки об истории наименований объектов города и окрестностей. В рамках презентации любой желающий сможет пообщаться с автором, а также приобрести книгу из первого тиража издания, который составил всего 100 экземпляров. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России повысит ставка налога на добавленную стоимость до 20%. С таким заявлением в минувший четверг выступил премьер Дмитрий Медведев. По его словам, изменения не затронут действующие льготы, которые распространяются на продовольствие, детские и медицинские товары, а также воздушные перевозки внутри страны. Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что благодаря повышению ставки НДС уже в следующем году бюджет получит дополнительные 600 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на финансирование национальных целей и стратегических задач. Временно исполняющий обязанности главы региона Глеб Никитин примет участие в выборах губернатора Нижегородской области. Его кандидатуру на днях официально выдвинули от «Единой России». На внутренних премерис он получил поддержку подавляющего большинства сопартийцев. Как рассказал сам Глеб Никитин, он признателен коллегам за оказанное доверие и уже наметил для себя план действий на ближайшие месяцы. В первую очередь исполняющий обязанности губернатор планирует продолжить активную работу над стратегией развития Нижегородской области. В Саровском физико-техническом институте стартовала приемная кампания. На протяжении более 65 лет вуз готовит квалифицированных специалистов для ядерного центра. Основное направление работы вуза – физико-математическое. На шести факультетах, в 22 кафедрах и в политехникуме обучают будущих сотрудников предприятий атомной отрасли. Система сетевого обучения позволяет абитуриентам выбрать один из вузов НИЯУМИФИ и подать документы для поступления в любой его филиал. Специалисты приемной кампании рекомендуют помнить о сроках и не затягивать с подачей документов. 26 июля все выпускники должны определиться, куда они подают, в какие вузы документы. Еще раз напомню, что можно подать в пять вузов, в каждом вузе на три направления. Алексей Чернисон отпросился на работе, чтобы подать документы для поступления в магистратуру на факультет вычислительной техники. Защитив диплом бакалавра по этой специальности, он точно знал, что будет повышать уровень образования именно в области программирования. Область ее применения на производстве очень широкая, поэтому я уверен, что я не останусь без хорошей работы. Занятия по вечерам после работы его не пугают. Работая на производстве, Алексей понял, что сфера высоких технологий не стоит на месте. И чтобы быть востребованным специалистом и идти вверх по карьерной лестнице, необходимо повышать свое образование. Ну, во-первых, это опыт, и не только ученый опыт, но и опыт общения с людьми, поскольку все специалисты здесь имеют высокую квалификацию, делятся своим личным опытом, который непосредственно пригодится. На производстве, безусловно, это очень понадобится. Подробную информацию о графике работы комиссии, правилах и условиях приема, а также программах поступления можно найти на сайте института. Покупка билетов на матчи, путешествия между городами и проход на переполненные стадионы – занятия крайне затратные с финансовой точки зрения. И, к сожалению, не каждый может позволить себе феерический футбольный праздник. Но для тех, кто хочет ощутить всю атмосферу чемпионата мира и влиться в ряды болельщиков, есть решение фан-зона – место, где настоящие любители футбола могут вместе насладиться игрой, находясь в сотнях километрах от места проведения матча. Одна из таких открылась и у нас в городе, на стадионе Икар. Матч-открытие турнира многие соровчане всех возрастов увидели, расположившись на настоящем футбольном поле. И пусть игра сборной в последнее время не вдохновляла, болельщики не теряли надежды и ожидали интересного футбола. Конечно, надеемся. Победят. 5-0, ну, естественно, Россия победит. А чемпионат мира кто выиграет? Россия. Я думаю, достойно выступят. Должны победить, надеемся на это. Счет? Ты верен? Ну, думаю, 2-1. Некоторые юные болельщики не только наблюдали за старшими, но и сами практиковались во владении мячом. Порой даже превосходя настоящих профессионалов. Кто лучший футболист мира? Роналдо. Роналдо. А Месси? Месси потом идет. Наша сборная не подвела болельщиков. Уже на 13-й минуте наши футболисты открыли счет. Дальше отрыв только увеличился, достигнув отметки в 5 мячей. Впереди у сборной России еще два матча с Египтом и Уругваем, каждый из которых фан-зоном будет показывать в прямом эфире. Более подробный анализ матча чемпионата смотрите в программе «Дополнительное время» в нашей специальной рубрике «ФИФА-2018». Шубу, как и сани, лучше всего готовить летом. В Ледовом дворце открылась выставка продажи изделий от казанской компании «Снежный мех». У саровчан появилась уникальная возможность приобрести шубу или дубленку по беспрецедентно низким ценам. Вот уже 10 лет компания «Снежный мех» радует покупателей своими изделиями. Каждая шубка или дубленка – это настоящее произведение искусства. Модель по душе здесь найдет для себя каждый. От сдержанной, не выходящей из моды классики, до ультра стильных дизайнерских решений, покоривших мировые подиумы. Наши специалисты выезжают несколько раз в год на международные выставки меховые, чтобы отслеживать новые тенденции в производстве меха, в пошиве. И мы вам привезли все новые новиночки этого сезона. Изысканная норка, практичный мутон, изящный муранский козлик – эти меха никого не оставят равнодушными. И что самое приятное, несмотря на то, что на выставке представлены новинки сезона, компания «Снежный мех» специально для саровчан предлагает беспрецедентные скидки на весь ассортимент – от 30 до 50%. При этом гарантирует высочайшее качество каждого изделия. Шубки здесь шьют исключительно из зимнего меха, а значит, вы можете быть уверены, что они прослужат вам долгие годы. Зимний мех, он с очень большой подпышью и с хорошим остевым волосом. Это гарантия того, что ваш мех, что ваша шуба прослужит минимум от 10 лет. Качество шубы легко проверить по мездре, она должна быть мягкой и светлой. Также на выставке продажи от компании «Снежный мех» представлен огромный ассортимент мужских кожаных изделий. На куртки и плащи тоже действует акция скидки от 30 до 50%. Но и дополнением к новой шубе или дубленке станет стильный головной убор. Наличный и безналичный расчет, кредит, рассрочка платежа. Ваша зима обязательно будет красивой и теплой с меховой компанией «Снежный мех». Выставка работает в Ледовом дворце с 18 по 23 июня с 10 утра до 8 вечера. Восточная мудрость гласит – мед, лекарство от ста болезней. Полезное и вкусное лакомство саровчане могут приобрести в Ледовом дворце. Там открывается выставка «Медовая феерия». 20 и 21 июня в Ледовом дворце проходит ярмарка меда. Здесь вас традиционно ждет огромный ассортимент этого лакомства. Элитные сорта меда – липовый, гречишный, каштановый, мед из чабреца и акации, мед с маточным молочком, прополисом, мумиё. Но перечислять можно бесконечно. Кстати, есть здесь и один из самых полезных видов этого лакомства – мед с пергой. Там очень много витаминов, очень много аминокислот, очень много фолиевой кислоты. Это для гемоглобина очень замечательно, повышает гемоглобин. Его и детям дают, чтобы иммунная система укрепилась. Это для взрослых. Это и суставы, эндокринная система, для крови замечательно, щитовидка, холестеринчик, у кого повышенный, он понижает этот мед. К слову о простуде. Лето пока не балует нас теплом. Укрепить иммунитет в сезон дождей и ветров и справиться с возможными последствиями неприветливой погоды поможет мед с прополисом. Его вы тоже найдете на медовой феерии. Прополис – это вообще и для детей, и для взрослых тоже замечательно, и от простудных заболеваний. Прополис – это в первую очередь простуды, бронхи, ангины, ларингиты, пневмонии лечат. Про целебное свойство мумиё ходит легенда. А представьте, что может мед с мумиё – это по-настоящему волшебное целительное средство. У нас с возрастом кальция вымывается с суставчиков. Мумиё способствует восстановлению. Также у кого переломы, например, это тоже кости укрепляет. Для крови хорошо, кровь чистят, и для иммунитета полезно. Кроме мёда, на ярмарке вы сможете приобрести и другие продукты пчеловодства. Прополис, пыльцу, пергу, мазь для суставов и маточное молочком. Спешите на медовую феерию. Ярмарка работает в Сарове 20 и 21 июня. Кстати, весь мёд пчеловоды Михайловы привезли со своей пасеки. А это значит, что качество продукта они гарантируют лично. Вас ждут в Ледовом дворце с 10 утра до 7 вечера. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова